Ребята, сегодня мне удалось выяснить, как сто лет назад делали всеми любимую карамель. А вы хотите это узнать? Катя, ну что, начнём? Да, Филя, конечно, начнём. Круглая, квадратная, продолговатая, цветная, с наполнителем и без. Карамель бывает очень разной. Но как и сто лет назад, так и сейчас готовится она по одному и тому же рецепту. Сейчас мы в кастрюле смешаем три ингредиента. Это карамельная патрика, сахар и вода. И доведём их до температуры 180 градусов. Ух ты! Ну чтобы из всего этого получились конфетки, сначала нужно приготовить карамельное тесто. Вот как это делают. На гранитный стол выливают нагретую смесь и добавляют лимонную кислоту. Так смесь превращается в пластичную массу. Ух ты! Это одна большая карамель! Филя, это Филя очень горячая карамель. Карамельное тесто напоминает пластилин. И разминает его точно так же, как пластилин. А из карамели можно сделать конфетки любой формы? Ну, в виде косточки можно? Ой, можно, да. И в виде косточки, и в виде петушка. Но мы с тобой будем делать классическую. Скажите, а внутрь можно добавлять варенье? Можно сделать начинку, но пропорции тогда нужны другие. Помнишь, мы с тобой брали сахар, патоку и воду? Угу. Вот, просто совсем немножко другие пропорции. А я вот знаю, что раньше карамельки назывались ландрины. Да, была такая история, Филипп. История названия карамели ландрины связана с именем Федора Ландрина, который делал и поставлял конфеты в известную московскую кондитерскую. Однажды он не успел упаковать карамель, и владелец кондитерской не принял товар. Тогда Федор задумал сам продавать леденцы. Он поставил лоток с конфетами прямо на улице. Раскупили сладости всего за несколько минут, после чего предприниматель принял решение создать свое производство конфет, продавать которые стал, не заворачивая фантики. А для большей важности Федор взял себе новое имя – Георг Ландрин. Поэтому его конфеты в народе так и называли – Ландрины. А вот так специальными ножницами нарезают карамель. Кстати, ножницы у Кати старинные, им больше стали. Ой, карамельки, а что мы теперь с ними будем делать? Завернем в бумажку? Можем завернуть, можем упаковать, красивые подарить кому-нибудь. Давайте-давайте подарим мне. Кстати, если карамельки, как и в старину, положить в коробочке, то получится отличный сюрприз. Вот такие красивые и, наверное, вкусные получились у нас леденцы. Ой, так бы и съел. Нет, не буду. Лучше я упакую их вот в эту коробочку и подарю своим друзьям. Да. А вы, ребята, пишите нам. Корреспонденты-почемучки на все найдут ответы. Пока. Пока.